«Виде! Виде! 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 Халык бастайды! Халык бастайды! Халык бастайды! Халык бастайды!» Жители жилого комплекса «Махабад» проводят близ Астаны учения по гражданской обороне жилья. Люди, которым грозят выселение, учатся оказывать ненасильственное сопротивление судоисполнителям и полицейским. «Мы готовы на всякие крайние меры. Также мы готовы, чтобы общество узнало, что творится в Астане. Если в Астане творятся именно такие неправомерные и незаконные действия со стороны сотрудников РОВД, ДВД, а также со стороны сотрудников Генпрокуратуры, то что ожидать в провинциях, скажем, в других областях, в маленьких городах и в селах?» В одинаковых футболках с надписями «Народ начинает и выигрывает», скандируя «Без дома нет Родины», «Махабатовцы» имитировали вероятную ситуацию, как будто их уже пришли выселять. Сначала провели учебно-тренировочные шествия, затем митинг. «По словам жильцов, в 2009 году некая ТОО агрофирма «Казэкспорт Астык» заключила с ними договоры аренды с последующим выкупом квартир. В течение трёх лет сотни семей оплачивали комуслуги, аренду сделали в квартирах ремонт. В этом году выяснилось, что прежний хозяин продал дом вместе с жильцами. Новый владелец требует освободить помещение. Махабатовцы говорят, что стали жертвами мошенников. Госорганы, суды и полиция с этим не согласны. «Они хотят избавиться от нас, потому что мошенники заработали и убежали». Жанар Суббекова одна воспитывает пятерых малолетних детей. Её тоже собираются выселять из Махабата. Муж за время судебных тяжб умер от инфаркта. Женщина в полном смятении. Просит помочь ей сохранить крышу над головой. «У меня голова идёт кругом. Не знаю, что делать, куда идти. Ладно, я останусь на улице. Но разве не жалко и моих малолетних детей? Обращаюсь к властям. Мы готовы платить аренду. Не выселяйте нас». Обитатели жилого комплекса не раз обращались к властям. На этих кадрах полсотни семей пришли просить помощи у депутата парламента Бекенова. Народный избранник обращение принял. Обещал помочь, но это тоже больше похоже на имитацию. «Я вас услышал, я вас понял. Чтобы конкретно заниматься вашим проблемам, нужно всё подробно, чтобы вы расписали всё это заявление. И что вы конкретно хотите?» «Не хватайте руками судебных исполнителей. Они толкаются сами прямо. У них возможности больше. Они могут действовать руками. Они могут действовать дубинками. А вы не имеете права действовать руками. Ваша задача схватиться друг над другом и телом не допустить их. Понимаете?» Так и не дождавшись помощи от чиновников, люди обратились к гражданским активистам. На эти учения правозащитника Булатпека Блялова пригласили в качестве специалиста по массовым движениям. «Эта проблема касается не только тех людей, которые стоят за моей спиной. Так или иначе, проблема жилищных касается каждого казахстанца. Если мы выработаем единые требования, если мы будем настойчивы при своих этих требованиях, я уверен, власть изменится. Потому что, опять же, я повторюсь, источником любой власти является народ. И если мы начнём, мы обязательно выиграем». В мае этого года жители Махаббат уже провели санкционированный митинг в знак протеста против принудительных выселений. Но эффекта никакого. Если до 11 сентября власти не разрешат конфликт, то граждане обещают провести новые акции протеста.